Вору в законе Гуле предъявили претензии. Ряд законников пытаются отбить его позиции на российских рынках. Вору в законе Надиру Салифову, Гуле, недавно пришлось объясняться со своими оппонентами. Согласно информации Разбалта, речь идет о старых врагах Гуле, Рафике и Вазове, Рафик Масалинский, Джавидима Медове, Датак Джабединский, Эмини Ахмедове, Эмина Джагабульский, Джихуни Аскерове, Джихун Генджинский, Заури Шипилове, Заур Нахчилванский, а также Али Гейдарове, Альберт Рыжий, который участвует в этом противостоянии заочно, из колонии, где отбывает длительный срок. Связавшись с Гуле через интернет, воры высказали свою главную претензию, не обоснованное, как они считают, лишение статуса и наложенное вето на новые коронации любого земляка Салифова без его ведома. В период, когда Гуля находился в азербайджанской тюрьме, у пострадавших не было возможности спросить с него лично. Теперь же такое время настало, и они готовы встретиться с ним хоть в Дубае, где он сейчас и находится. По словам источника разбалта в правоохранительных органах, в последнее время противоборствующие Гуле мафиазии начали объединяться для более эффективной борьбы с ним. Перебравшись из Турции в Грецию, Датак Джабединский, в частности, сблизился с представителями мощного греческого клана, в том числе законниками Давидом Сибискверадзе, Датакутаиский, Лашеджеладзе, Рача, и Зазоэмбраладзе, Зазо. Кроме того, по некоторым данным, оппозиционеров поддерживают и такие влиятельные воры в законе из Азербайджана, как Вагиф Сулейманов, Вагиф Дипломат, Ариф Мехтев, Ариф Сумгаицкий, Юнус Назаров, Юнус Ясамальский. Правда, публичной свою позицию они никак не выражают, все же вступать в открытый конфликт с Гуля ни у кого желания нет. При этом финансовую опору им составляют остатки клана убитого в 2016 году криминального генерала Ровшина Джанева, Ровшинлин Каранский. Тем более, что его близкие до сих пор полагают, что за преступлением мог стоять Надир Салифов. У каждого из них есть свои причины ненавидеть Гули. К примеру, Эмина Джокобульского тот развенчал уже спустя несколько месяцев после его коронации членами Менгрельского клана Кордавом Зариэл УА. Вернуть воровской титул Ахмедову позже помогли воры в законе Пичугой Важа Тбилисский. Однако уже через полгода в Красноярской тюрьме его статус не был подтвержден группой законников, в числе которых были Саша Шамас, Лев Ангальский, Каба Краснодарский и Юра Лазаревский. Рафика Масалинского в конце 2016 года не только лишили статуса, но и сильно избили и отрезали ухо по приказу Гули. За что он уже начал мстить. В апреле 2017 года его люди убили в Санкт-Петербурге Джабир Гасанова, участвовавшего в той кровавой расправе. Спустя месяц в Одессе было совершено покушение на двух доверенных Гули, Илгама Гаджи и Векта и Архалы. А в начале сентября в Тбилиси был убит еще один из обидчиков Масалинского, Ильшин Мамедов. А в ноябре 2017 года не поздоровилась сторонник Уровшина Ленкаранского Али Гейдарову, Альберт Рыжий. Гули лишил его воровского титула за то, что во время разборки, которая произошла в Турции между Гейдаровым и приближенными Гули, тот не просто сбежал с поля боя, но и спрятался от преследовавших его оппонентов в полицейской машине. Такой поступок помимо Гули осудили еще ряд авторитетных воров в законе, которые не стали препятствовать развенчанию Альберта Рыжего. В настоящий момент атака пошла на активы Гули в России. Торговцы на рынках, подконтрольные этой группе азербайджанских воров в законе, начали всячески препятствовать нормальной работе продавцов, сотрудничающих с Алифовым и его людьми. То же касается и более крупных бизнесменов. Всем им прямо говорят, что ситуация для них улучшится, только если они сменят покровительство Гули на покровительство воровской оппозиции. Сами же оппозиционеры готовы обосновать Гули, почему он вообще не заслуживает права оставаться в семье. После обмена взаимными оскорблениями и угрозами разговор был закончен. Однако, по мнению собеседника Расбалта, на этом конфликт не закончится и вскоре стороны могут перейти к решительным действиям.